Уважаемые коллеги, действительно, пятница вечер. Опять-таки, если говорить о том, что мы сегодня знаем про простатиты, то в европейских рекомендациях стало сложнее искать этот раздел, потому что сейчас фактически все, что посвящено простатитам, разложено в два раздела рекомендаций. Один касается мочевых инфекций, и здесь речь идет об остром и хроническом бактериальном простатите. А второй раздел, который имеет отношение к простатитам, это раздел, посвященный хронической тазовой боли. И в данном случае рекомендации относятся к простатитам категории 3. Я не буду, наверное, останавливаться долго на принципах диагностики, потому что это не совсем та аудитория. Но что бы я хотел подчеркнуть, что та классификация простатитов, которую мы сегодня имеем, она, скорее всего, будет в ближайшее время пересмотрена. И сейчас как раз основная работа идет в отношении, опять-таки, фенотипирования пациентов по различным проявлениям болезни, по различным проявлениям простатита. И в зависимости от фенотипа будет подбираться определенный набор терапий. Потому что сегодня это перестало быть вопросом монотерапии. Но мы сегодня поговорим все-таки в первую очередь об антибиотиках. Я бы хотел показать этот слайд только с точки зрения статистики. Возможно, вы ее знаете. Но бактериальные простатиты на их долю относятся порядка 5-10% всего всех больных. Остальные больные – это больные с простатитами так называемыми абактериальными или с так называемым синдромом хронической тазовой боли. И нужно только уточнить, что же называют бактериальными простатитами. А бактериальными простатитами называют те простатиты, у больных, заболевшим которым, выявляются вот эти микроорганизмы, находящиеся в левой половине таблицы. Если у пациента находят какой-то из перечисленных здесь возбудителей, то формально его не относят к бактериальному простатиту сегодня, пока. И, в общем-то, это некая условность, это некая договоренность среди экспертов. И, конечно, когда мы говорим об так называемом синдроме хронической тазовой боли, вы наверняка слышали массу выступлений, где доказывался тот или иной механизм возникновения этого состояния. И один из тезисов говорит о том, что действительно ли он бактериальный. И, в принципе, экспертное сообщество готово принять вот эту часть больных с категорией 3 простатита в группу бактериальных, в первую очередь потому, что нужно понимать, что исходно классификация этих больных шла только по результатам бакпосевов, по результатам культурального исследования. А сегодня мы имеем кое-что большее. Мы сегодня имеем ПЦР-диагностику, мы сегодня имеем масс-спектрометрию. Это методы, которые обладают гораздо большей чувствительностью с точки зрения выявления микроорганизмов. И с использованием этих методов мы уже имеем немножко другие результаты. Вот это исследование, например, если посмотрите, это категория 3А и 3Б простатиты. Это простатита, опять-таки, синдром хронической тазовой боли. А бактериальные исходные, вы видите, здесь кишечная палочка у 19% пациентов выявляется, 26% выявлялась хламидия, 14% выявлялась уреоплазма. В категории B колоссальный какой-то процент в этой группе, 62% выявлялись хламидией. Кстати говоря, работа профессора Неймарка, которая тоже показала, что если использовать ПЦР-диагностику, то инфекционные агенты, им удавалось находить 73% пациентов. А если еще делать электронную микроскопию биоптата из предстательной железы, то еще плюс 23% пациентов. Проблема основная заключается в том, что у нас в клиническом нашем арсенале фактически есть только методы амплификации нуклеиновых кислот, и мы можем, скажем, взять мазок из уретры, можем секрет простаты, который тоже проходит по уретре взять, мы можем взять, исследовать якулят, тоже проходящий по уретре, и мы не можем отличить микроорганизм из уретры от микроорганизма из предстательной железы. Вот в чем основная проблема. Почему мы их не можем напрямую связывать? Если говорить о том, на какие микробы мы должны тестировать этих пациентов, то здесь мы можем опираться только на те рекомендации, которые дает нам мировое сообщество по диагностике уретритов. И вот эти микробы, которые мы должны поставить галочку в анализе на ПЦР, со скоба на ПЦР, когда мы отсылаем это в лабораторию. Это хламидия, это гонококки, уроплазма, уреолитикум. Микоплазма гениталием, трихомонос вагинализ. Обратите внимание, микоплазмы комени здесь нет, уроплазмы паром здесь нет, гарднерелла вагинализ здесь нет. Эти микробы нас, в общем-то, не очень сильно в данном контексте интересуют. Также мы должны понимать, что у ПЦР-диагностики есть и ложно-отрицательные результаты, достигающие 10% при использовании западных тестов. Какая ложно-отрицательная частота, так сказать, ложно-отрицательных ответов у наших тестов, мы порой не знаем. Это зависит уже от конкретной лаборатории. Если говорить о лечении, то фактически те метаанализы, которые мы на сегодняшний день имеем, касающиеся хронического простатита и синдрома хронической тазовой боли, наиболее эффективное лечение – это комбинация антибиотика альфа-адреноблокатора. На сегодняшний день, к сожалению, пока что ничего лучше не придумано. Если мы посмотрим рекомендации, кому назначать антибиотикотерапию, то европейские рекомендации говорят, что мы и при хроническом воспалительном абактериальном простатите категории 3А тоже должны попробовать полечить антибиотиком. Если 2 недели полечили, стало лучше, продолжаем до 4-6 недельного курса. Стандартный курс антибиотикотерапии при простатите – это 4-6 недель. Это мы тоже должны к этому привыкнуть. И с этим было исследование, которое показало, что нельзя увеличить дозу и укоротить курс. Не получится. Эффективность такой терапии с точки зрения рецидивов ниже. И связано это, в первую очередь, опять-таки, по всей видимости, с биопленками, которые присутствуют в предстательной железе. Что важно при хроническом простатите? Вот это ключевой момент. Способность проникать антибиотика в ткань простаты. Потому что, к сожалению, до сих пор я нередко вижу назначение, назначают цифалоспорин при хроническом простатите. При хроническом простатите цифалоспорин в простату проникнуть не может. Даже если в высокой дозировке назначается. Поэтому есть всего несколько групп препаратов, обладающих такой способностью. И мы должны именно их, в первую очередь, использовать. Способность, помимо того, что накапливаться в высоких концентрациях по отношению к основным возбудителям, должен быть и эффективен в отношении основных возбудителей. Фактически перечисляются из года в год в европейских рекомендациях четыре группы препаратов. Они здесь перечислены. Это фторхиналоны, тетрациклины, макролиды и триметоприм, сульфаметоксазол. Вот, посмотрите, концентрация препаратов ткани предстательной железы после перорального приема. Здесь перечислены те препараты, у которых эта концентрация достаточно хорошая, достаточно высокая. И эти препараты имеют смысл назначать больным с хроническим простатитом. Вы можете рассчитывать на то, что эти препараты достигнут своей цели. Про фторхиналоны сказано много. Это, в общем-то, по европейским рекомендациям идут как препараты первой линии. Но не нужно упорствовать. Если у пациента был неэффективный прием фторхиналонов, не надо продолжать его назначать. Потому что есть большая вероятность, что у этого пациента уже будет резистентный микроорганизм. Сегодня достаточно много говорится и о побочных эффектах. И не все фторхиналоны, так сказать, хорошо переносятся. А мы должны их назначать достаточно длительно. Как я уже сказал, 4-6 недель. К сожалению, триметопримы и сульфометоксозол в нашей стране для эмпирической терапии вообще не подходят из-за высокого уровня резистентности кишечной палочки. Если выявляется чувствительная кишечная палочка, то бисептол – прекрасный вариант. Прекрасный вариант. Мы об этом должны помнить. Ну и, наконец, макролиды и тетрациклины – прекрасно переносящиеся препараты. Я говорю о современных, конечно, препаратах нам доступно. Но нужно опять-таки понимать, что, скажем, в отношении кишечной группы микроорганизмов эти препараты уступают по эффективности тем же самым фторхиналонам. Они не очень хорошо действуют на ту же самую кишечную палочку обычно. Они зато очень хорошо действуют на те самые атипические микроорганизмы, о которых я говорю, которые, в общем-то, это хламидия, микоплазма, уроплазма, уролитикум – те микроорганизмы, которые, вероятно, будут все больше и больше сегодня звучать в качестве потенциальных возбудителей. И я хочу показать то, о чем мы тоже, я уже упоминал, о минимальных подавляющихся концентрациях этих препаратов в отношении основных возбудителей атипических. Самые злые, назовем их так, это хламидия, трахоматис, микоплазма, гениталиум. Посмотрите, джозамицин, доксициклины. Очень низкие требуются подавляющие концентрации, чтобы достигать желаемого нами эффекта. Теперь несколько слов все-таки про репродуктивную составляющую, которая очень важна. Кто болеет простатитами? Самая большая группа пациентов. Это пациенты, мужчины репродуктивного возраста. И зачастую они приходят к нам именно потому, что у них не получается зачать ребенка. И это очень интересное было исследование. Вы видите, это метод масс-спектрометрии, который показал, что у пациентов с синдромом хронической тазовой боли и у пациентов бесплодия очень похожая история с бактериями, с экспрессией микроорганизмов в предстательной железе. Очень похожая, в отличие от здоровых людей. Интересно было показать и влияние уроплазмы уролитикам. Вы знаете историю с уроплазмой. Сначала все ее лечили, потом все сказали, что ее не надо лечить, нужно находить разумную середину золотую. Посмотрите, уроплазма уролитикам увеличивает процент фрагментированной ДНК сперматозоидов. Как вы знаете, это сегодня не из самых чувствительных показателей с точки зрения как фертильности мужчины, так и с точки зрения, в конечном итоге, донашиваемости беременности. И интересно было показать, это чисто было исследование инвитро, а дальше было очень хорошо продемонстрировано уже в исследовании инвиву у пациентов с ауроплазмой уролитикам. Если мы лечим доксициклином и убираем этот микроорганизм, то происходит восстановление генетической структуры сперматозоидов. И это очень важно, это хороший инструмент, это действительно реально работающий способ улучшить фертильность и одновременно вылечить больного от простатита. Интересны были также исследования, которые показали то, что джазамицин напрямую увеличивает подвижность сперматозоидов. Есть, например, данные, которые говорят о том, что, например, офлоксоцин снижает подвижность сперматозоидов. Это прямое воздействие офлоксоцина. А джазамицин увеличивает подвижность. Поэтому, если говорить о рекомендациях Европейской ассоциации урологов, то в конечном итоге, что очень важно, в 2015 году, помимо вот этой фразы, что рекомендуемые при хроническом бактериальном простатите антибиотики в торхиналоны, помимо этой фразы появилась еще одна фраза, которой раньше не было, и которая нам, наконец, в общем-то, дает более конкретное руководство к действию. А именно, что если были обнаружены или подразумевается наличие внутриклеточных бактерий, должны назначаться тетрациклины или макролиты. Другими словами, мы должны исходно на диагностическом этапе эти бактерии тоже исключать их наличие. Но рекомендации федеральные очень похожи в этом отношении, слава богу. То есть у нас есть схема лечения и препараты, они сходны с тем, что дают клинические рекомендации Европейской ассоциации. Ну и в заключение, как избежать нам ошибок у больных простатитом? Первое. Нам нужно все-таки проводить адекватную диагностику. Это трехстаканная проба обязательно с проведением посева. И нужно делать все-таки ПЦР-диагностику на предмет атипических микроорганизмов. Надо назначать антибактериальные препараты, способные накапливаться в простате, в высоких дозировках. Назначать в соответствии с чувствительностью выявленного или предполагаемого возбудителя. Длительные курсы проводить терапии. И при патоспермии проблем с репродуктивной еще составляющей пациентам должны, конечно, в первую очередь назначаться макролиды тетерциклины. Спасибо большое. Спасибо.